Торговая марка Троекурова. Нежное и сочное куриное мясо. То, что обязательно нужно съесть самому, а уж тем паче никому не отдавать, это завтрак. Но даже если не отдать, так поделиться, почему бы нет. Самая заветная мечта, чтобы завтрак был приготовлен. И желательно не нами, и желательно романтический, сердечный. Здравствуйте, дорогие друзья, о сердечном, утреннем и не совсем. Как раз сейчас. Говорят, один из последних хитов в Америке – система так называемой реверсивной диеты, авторы которой советуют завтракать вечером. Это, дескать, хорошая идея. Современные люди практически ничего не едят утром, а на ночь напротив наедаются до отвала. Все так. А посему, сделав поздний ужин как бы завтраком, приручаются сразу пара и даже тройка зайцев. И времени достаточно на приготовление, и легкость можно соблюсти, додумать, что необходимо. И наше любимое – просто с вечера сотворить то, что утром съестся с удовольствием. То, что мы делаем сегодня, как раз из этой оперы. В честь Дня всех влюбленных можно выбрать, что интереснее. Или как бы позавтракать накануне со всей присущей сердечностью. Или приготовить реальный завтрак тому, кто дорог. Кстати, о сердечках. Уж так мы их любим, что, кажется, испробовали все. Можно выложить в форме сердца фруктовую нарезку или салат. Можно формочкой для печенья вырезать бутербродики или зефирку сердечком в чашку с кофе поместить. Можно приготовить яичницу в ломтике хлеба, вырезать сердце и вбить туда яйцо очень красиво. Сердечко можно сделать даже из сосиски, разрезанной и закрепленной шпажкой. Но это еще далеко не все. Оказывается, даже вареному яйцу можно придать форму сердца. Горячее, очищенное, оно помещается в такую сложную картоночку. Сверху палочка и закрепляется резинками. Но все это время, все это спорно, вдруг не получится, надо пробовать. Другой разговор, пластиковая бутылка, прокол в пробке и блинное тесто. Масса позитивных эмоций и сердечных слов. Блинчики-сердечки. В пластиковую бутылку из-под минеральной воды вставить воронку, засыпать муку, соль, сахар, влить взбитое яйцо, чуть растительного масла. Закрыть и хорошенько потрясти, чтобы тесто перемешалось. Далее сделать в крышке дырочку и на разогретую сковородку выливать блинчики-сердечки. Жарить с двух сторон, как обычно. И надо ли говорить, что это не только интересная идея к празднику, Дню всех влюбленных, но еще и генеральная репетиция недели следующей. Масленица, дорогие друзья, вот уж когда блинов, напробуемся. Так что роскошных вам наступающих выходных и удачных масленичных фантазий. Всего на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова